Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Форум». Давайте сегодня поговорим о предпринимательстве, о красоте, о бизнесе в других странах. У нас сегодня в гостях известный человек в мире моды и красоты. Это президент и главный исполнительный директор компании Люси Сен-Клер, месье Бернард Сагон. Здравствуйте, Бернард! Божью! Я очень рад, что вы к нам приехали из Франции. Как добрались, и какое у вас мнение о нашем городе, о Санкт-Петербурге? Это почти не вопрос-пиеж, потому что вы имеете в виду из самых красивых городов. Я уже приехал четыре раза в Санкт-Петербурге. И каждый раз это было огромное удовольствие, чтобы посмотреть эту экземплярную архитектуру. Вы задали прекрасный вопрос. Я приехала сюда уже 3-4 раза. И я всегда с большой радостью любую Санкт-Петербург, потому что у вас очень красивая архитектура. Вы живете, наверное, тоже очень в красивом городе, в красивой стране. Вы также живете в очень красивом городе. И в стране очень красивое. Что общего и различного в атмосфере городов? Какая разница между этими двумя городами? Вы знаете, я уже задавал вопрос на пресс-конференции, которую мы проводили. Почему я решила все-таки представить и создать здесь салон, который представляет мою марку в Санкт-Петербурге? Потому что я заметила, что культуры наших городов очень близки по духу. Уже в течение сотен лет мы видим, что культуры наших городов, менталитет, очень сильно похожи. Бернар, скажите более подробно о цели своего визита. Пусть вы поговорить чуть более в деталях о том, что ваша визита в Санкт-Петербурге? Alors, il y a peu de temps, j'ai racheté une société qui s'appelle Lucy Sinclair. Некоторые времена тому назад я выкупил компанию, которая называется Lucy Sinclair. C'est une marque française, haut de gamme, pour l'exploitation des salons de coiffure. Которая является маркой высокого уровня, класса люкс, для салонов красоты. Дальше, мы не говорим «салон de coiffure», теперь мы говорим «centre de beauté». И теперь мы уже не говорим «парикмахерский салон», мы говорим «салон красоты», «индустрия красоты». У меня два направления деятельности, одна марка Lucy Sinclair и вторая марка Делакр. La марка Делакр étant la même chose, mais pour hommes. Et j'ai actuellement un salon à Paris qui est la référence du centre de soins pour hommes, avenue Georges V à Paris. Марка Делакр представляет услуги для мужчин. И я недавно открыл в Париже салон Делакр, который является примером салона мужской красоты в Париже. Mais je suis venu pour l'ouverture du premier salon Lucy Sinclair à Saint-Pétersbourg. Но сегодня я нахожусь в Санкт-Петербурге в связи с открытием первого салона Lucy Sinclair. Расскажите, пожалуйста, Бернар, а сколько это большая сеть салонов Lucy Sinclair? Бернар, парляй-ну, а не только Lucy Sinclair. Это весь рейсо салонами. Alors, la марка Lucy Sinclair a été créée dans les années 50-55 par мадам Lucy Sinclair. Марка Lucy Sinclair была создана в 50-х годах прошлого века госпожой Lucy Sinclair. Которая была крупным парикмахером этих лет. Которая делала прически и стрижки всем звездам парижским и международным. И которая создала примерно 20 салонов в Париже. Она avait она-меме énormément талон. У нее у самой очень много было эталонов. У нее было много талантов. И основной талант в том, чтобы окружить себя красивыми и хорошими мастерами-парикмахерами. И в том, чтобы создать идею парижанки, красивой парижанки в городе. Вы знаете, что Париж является храмом моды и красоты. И Люси Сinclair смогла создать действительно вокруг причесок и вокруг парикмахерского искусства ту необычайную исключительную атмосферу, которая была новой в ту эпоху, когда все это начиналось. Она смогла создать, сделать эту профессию парикмахера благородной. В то же время, парикмахерское искусство занимало, может быть, второе место, было второстепенным. А вот она смогла сделать из парикмахеров представители искусства. Она смогла также передать свои знания, свои умения другим парикмахерам. Сначала она, у нее работало примерно 150-200 человек. И вот общими усилиями, эта команда смогла создать действительно настоящий имидж люкс своей марки. Она куффait énormément, énormément de défilés de кофюр, de plateaux de cinéma, de plateaux de телевизион. Donc, la marque Lucie Sinclair était vraiment synonyme de qualité dans le milieu parisien. — В парижской среде, марка Lucie Sinclair является синонимом качества, потому что сама Lucie Sinclair причесывала очень много кинозвезд, телезвезд, вообще много работала в телеиндустрии. — Расскажите, в чем секрет долголетия марки? Столько уже лет прошло, как удается сохранять уровень вот этого качества? — В течение этого времени, я думаю, что потребности и запросы людей, которые пользуются услугами, салонами, они видоизменялись. — Я думаю, что у людей, которые требуются очень много идей, через все годы. — Как вы притворите сная целью? — И бусинство, как вы получаете эту качество? И ответственно, что вы получаете? — И компания, выбираюсь открывать. — Justo, кстати, это был один из рабочих коллекций, у меня, когда сотрудниками. — У меня был дом, и каким-то дополнением, который был выполнен в качестве, и в честь молодежь, и в новой моде, и в новой моде, и в новой моде. Расскажите, что на моде, это было много разных. Это было многое в целях, в рамках и в рамках, и в шахуах, и в кофе, и в горухе, и в кофе. Люси Сан-Клэр, за все эти годы, могла садаптироваться с очень молодыми людьми? У вас есть родственники, Мадам Лусьи Сан-Клэр, участие в управлении компании. Есть ли у вас парня, близко, людей, спрашивают? Сегодня у вас есть Русьи Санклэр? Нет, потому что Мадаме Лусьи Сан-Клэр, она сейчас сейчас уже есть определенный род, она бы решила продавать 바로 за своей компанией, потому что, для того чтобы никто в других районе не хотела верить эту компанию. И это было очень долго с ней, чтобы, собственно, она мне предоставила, чтобы продолжить этот эстетный эстет. У меня есть эксперт в этом этапе, в другом группе, и она увидела, что, собственно, моя экспертность могла correspondеть к этой продолжительности. — Поскольку мадам Люси Санклер уже достигла определенного возраста, она приняла решение продать, отдать свою марку в другие руки. И поскольку никто в ее окружении, к сожалению, не захотел взять на себя такую ответственность, она решила выбрать кого-то из тех людей, которые просто занимаются этой профессией. И господин Сагон оказался рядом, и были проведены серьезные переговоры. И, похоже, Люси Санклер выбрала господина Сагона, потому что она почувствовала, что это тот человек, который сможет продолжать ее дело, потому что господин Сагон тоже является выходцем из этой профессии. — То есть потенциальных покупателей этого бизнеса было достаточно много и даже приходилось выбирать? — Да, и было много потенциальных покупателей в этом бизнесе, и Люси Санклер должен выбрать. — Мы говорим, что есть много операторов в этом бизнесе. И, как и больше, как и в многое деятельности, большие группы пытаются покупать марки с большей ценой. — Дело в том, что в их профессии довольно много операторов, которые занимаются подобным бизнесом. И, естественно, люди стремятся выкупать те марки, которые уже представляют что-то на рынке и имеют даже большое значение на рынке. — Извините, пожалуйста. — Я искал французскую марку, которая имеет настоящую идентичность, настоящую историю, потому что у меня была идея, которая была в том, чтобы трансформировать эту марку паризиенную. — А господин Сагон искал именно такую марку, ему она очень подходила. И он хотел развивать дальше эту марку и не только внутри страны, но и с выходом на международный рынок. — В каких странах сейчас работают салоны Люси Санклер? — В каких странах сейчас работают салоны Люси Санклер? — Alors, nous avons démarré l'International depuis pas très longtemps, puisque j'ai racheté cette marque il y a 2 ans. Donc, nous sommes déjà installés à 3 salons au Maroc, à Rabat, Marrakech et Casablanca. J'étais, d'ailleurs, jeudi dernier à Casablanca pour l'inauguration d'un nouveau salon. — Поскольку я совсем недавно работаю с этой маркой, я буквально 2 года назад ее выкупил, мы начали международную практику с Marocco. У нас 3 salons в Marocco, в Casablanca, и буквально в Саудовской Аравии также есть салон. И буквально на прошлой неделе он был в Casablanca на открытии очередного нового салона. — Nous sommes également installés à Jeddah, en Arabie Saoudite. — Мы также имеем салон в Jeddah, это в Саудовской Аравии. — Doha, au Qatar. — В Qatar. — Doha, au Qatar. — Voilà. — Nous allons открыть в Дубае, я думаю, avant la fin de l'année, и, конечно же, в маркет азиатский, в начале следующего года. — До конца года мы собираемся открыть салон в Дубае, и, конечно же, мы хотели бы завоевать азиатский рынок, начиная с начала следующего года. — Но для нас Санкт-Петербург очень важен, для тех, кто был в курсе, для тех, кто был в Киеве. И для нас, для нас, социальная французская, с дельюксом, очень важен. И для тех, кто был в Киеве. — Для нас очень важно развивать деятельность в Санкт-Петербурге, по тем причинам, о которых я только что говорил, это близость культурная наших двух столиц. И успех салона, который мы сегодня открыли в Санкт-Петербурге, меня лично очень сильно волнует. — У нас как раз культура очень близка, и культура города, архитектура. У нас много известных европейских архитекторов работали и участвовали в строительстве города. А что можно сказать про арабские державы, и про потребности исламского мира в красоте, внешности, как выглядит? — Это очень вкусный, потому что, если мы хотим comparать эти две импланты, у нас есть натурализованная cultura и нам близко, мы с женщином в Санкт-Петербурге как женщин в Санкт-Петербурге как женщин в Санкт-Петербурге Поэтому не трудно трансмировать свой знамен. Когда мы говорим оважными странами, в которых мы находимся находимся, есть очень сильная потребность. Поэтому женщины, в Дубай, в Бу-Даби, в Казабланка, имеют также дать имя более на качестве, чем в том, чтобы просто ressembлить к паризиану. Это более очень важная культура культуры. Там немножко легче, тогда как в Саудовской Аравии, в Абу-Даби, в Дубае, в Касабланке. Немножко сложнее, потому что там речь идет скорее о красоте, и требования там могут быть немножко более завышенные, потому что нужно предоставить услуги, касающиеся именно красоты, а не просто сделать из их женщин парижанку. Дело в том, что на Востоке женщины в два раза чаще ходят в салоны красоты, чем на Западе. Для нас это очень важная культура. Потому что именно поэтому для нас это очень серьезные потребители. Мы вот об этом не знали. Но многие женщины там все скрывают внешность. Поскольку многие женщины, в Лурии, в Саудовской Абалин, они должны лучше укрывать их виски. Нет, просто очень часто. Même женщины в Воле с вами будут очень внимательные активности по кузе, по руке, по купям-те, по рукам-те, по себе. А у многих мильных эстетических. Потому что, если она находится в публике, то она будет больше скрыть. Но, когда она находится в ней, она снова берет свой роль женщины и мэра. Как раз наоборот. Дело в том, что даже, пусть закрытое вуалью лицо, спрятанное, все равно не дает возможности женщине расслабиться, и она всегда продолжает думать о своей красоте. И она как раз больше думает о своей прическе, о красоте своих рук, своих ног и вообще об эстетической стороне этого вопроса. Потому что, даже если на приемах у нее скрыто лицо, то, когда она возвращается домой, она раскрывается и она возвращается к выполнению роли женщины, жены. Бернар, скажите, не опасаетесь ли вы развитие компании в связи с процессами связанными с так называемой арабской весной? Бернар, скажите. 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 И политические вопросы, они не сильно затрагивают нашу деятельность, поэтому мы продолжаем трудиться и создавать красоту и на уровне люкс в этих странах. Извините, пожалуйста, я хотела бы только добавить. Дело в том, что на сегодняшний день в этих странах действительно очень большой спрос, и мы продолжаем там развивать свою деятельность, а политические вопросы, мы на них просто не концентрируемся. Мне интересно, Бернар, как вы стали предпринимателем? С чего вы начали и почему вы занимаетесь сферой красоты? Я не буду вас спугать, потому что я уже нахожусь в таком возрасте, когда, может быть, я не смогу рассказать вам всю свою жизнь и всю свою историю. Если очень коротко, то я всегда был предпринимателем и коммерсантом и работал в очень разных областях. Когда я был совсем молодым, моим первым занятием была биржа. Потом он занимался развитием гостиничного бизнеса и, в частности, по франчайзингу. И, по-разному, я был в 20-м годах и социалом с Жаком Де Санжем, который стал моим другом. Таким образом, я пришел в эту область и работаю в сфере красоты. И, по-разному, Жаке Де Санжем является представителем поколения Люси Санклер. Люси Санклер и Жаке Де Санжем уже один и тот же возраст. И, как раз, Люси Санклер смогла существовать и адаптироваться в этом мире, потому что там было очень много матчистов. Таким образом, я был директор генерал с Жаке Де Санжем с Жаком Де Санжем, то есть в его компании. И я развивала эту марку в 42 странах. И когда Жак Де Санжем вынужден был продать свою марку инвестиционному фонду три года назад, к сожалению, несмотря на то, что партнерство было очень хорошим, господин Сагон почувствовал, что атмосфера уже там начала меняться. Дело в том, что речь идет об очень особой профессии. И особенность в том, что должны существовать очень хорошие взаимоотношения между директором и парикмахером, между личными взаимоотношениями, между персоналом и особенно тем персоналом, который работает в салоне по франчайзингу. Что входит во франчайзинговый пакет, который вы продвигаете? То есть, что получает инвестор, который хочет купить такую франчайзингу? У нас сейчас тема франчайзинга в России тоже очень активно развивается. Я понял, что вы очень хорошо знаете этот мир франчайзинга. В течение последних 20 лет франчайзинг очень сильно развивался. Примерно 20 лет назад франчайзинг был достаточно сложной темой с точки зрения юридического подхода. Из-за того, что франчайзинга развивался американцами в Америке, американцы первые, которые начали развивать эту тему. Но, к сожалению, они не имели хорошей юридической базы. Я думаю, что франчайзинга приводит из языка францайзинга. Да, совершенно верно. Франчайзинг – французский. Французский. была сама марка и мы в самом начале нам было очень сложно определить то что должны получить в результате те салоны которые открывались по франчайзингу и дело в том что не было разработано строгих правил норм каких-то во взаимоотношениях между тем кто продает франчизы и тем кто открывает по франчайзингу aujourd'hui le concept a énormément эволюет и lorsque вы voulez франчизе и votre марк вы дэвэйт экстрэммон экстрэммон стрикт авэк донк а кей дэшарж sur bien sur l'utilisation du non la décoration и surtout dans notre métier le respect du savoir-faire c'est-à-dire accepter une éducation поскольку тема франчайзинга очень сильно поменялась и на сегодняшний день существуют строгие правила и контроль между владельцем марки и тем салоном который допустим открывается по франчайзингу в том что касается оформления салона презентации марки следованием каким-то правилам и особенно в приобретении опыта скажите а как набираете персонал они проходят обучение специально вот салоне красоты люди приходят за красотой и эту красоту создают люди они должны быть профессионалами и во всех странах если открываются салоны по франчайзингу уровень качества должен сохраняться и достаточно достаточно буквально несколько раз сделать неудачные там прически какие-то мастерам чтобы это негативным образом отразилось и на самой марке Lucie Sinclair вы все поняли c'est la base même de mon métier это основная база моей профессии мы только что разговаривали с журналистами это был основной вопрос который они задавали конечно недостаточно просто иметь марку конечно просто красивого оформления недостаточно все основано на передаче навыков и знаний чтобы привести вам пример перед тем как мы открыли салон который сегодня существует в Санкт-Петербурге Les кофееры которые были приглашены на работу в этот салон, моей коллегой Виктории sont venus у профессии в Франции они ездили на обучение во Францию И за неделю до открытия сюда приезжали два преподавателя из Франции для того, чтобы провести обучение и подготовку сотрудников Lucie Sinclair в том, что касается стрижки, окрашивания и всех тех услуг, которые предоставили. Мы создаем две коллекции в году и для нас очень важно, чтобы все сотрудники Lucie Sinclair, где бы они ни работали, соблюдали те коллекции, которые мы предлагаем. И до сих пор, у меня была очень интересная surprise, потому что мы получили 6 кофе в Синкт-Петербурге, формы по Синкт-Петербурге, которые мы сделали дефиле, я думаю, 8 кофе. Сегодня у меня был большой сюрприз. Когда я был на открытии, мне показали дефиле тех моделей, которые создаются в Lucie Sinclair. И сделаны они были как раз таки персоналом, который работает здесь, 6 парикмахеров, которые трудились сегодня во второй половине дня для того, чтобы показать это дефиле. И я вам могу сказать, что это было невероятно, необычайно красиво. И все клиенты, которые были и приглашенные, которые участвовали в этом празднике, они были поражены тем, насколько модели отвечали требованиям марки Lucie Sinclair. Скажите, а вот этот салон, это корпоративный салон собственный или это франчайзинговый салон? Ле салон а это уверсиа Синкт-Петербург, suivant франчиза. Берсю? Да, конечно, это франчайзинговый салон. То есть вы смело начинаете развиться в России прямо с франчайзингового салона? Вы начали развивать свои активы в России, начавшись с франчизой. Да, совершенно верно. Вот такая компания, как Макдональдс, насколько я знаю, только сейчас планирует открывать первый ресторан по схеме франчайзинга, потому что в их модели развития предусмотрено, что они сначала сами изучают рынок своими открытиями ресторанов, понимают потребности и потом только вот начинают сейчас предлагать эту франшизу. Потому что очень беспокоятся за уровень качества того, которое смогут предоставить франчайзингу. Франчайзинговый салон, чтобы создать франчайзингу, чтобы создать франчайзингу, чтобы создать франчайзингу. Я думаю, что для такой марки, которую я здесь представляю, было бы, наверное, очень сложно открыть напрямую здесь, вести свой бизнес, потому что мы недостаточно знаем людей, которые живут в Санкт-Петербурге. Макдональд есть очень большие средства, поэтому он берет время, он берет очень тяжелый организм. Мы, я думаю, что франчайзинга позволяет распространять франчайзингу к кому-то, то есть франчайзинга, который, ему, имеет культуру города, имеет культуру интеллектуального, культуру артистического. И это гораздо более легко для франчайзинга, чем для нас. Дело в том, что в отличие от Макдональдса, который имеет серьезные средства и идет широкими шагами, мы все-таки выбрали систему франчайзинга, потому что мы считаем, что нам проще передать свои знания тому человеку, который будет открывать здесь салон по франчайзингу, человеку, который хорошо знаком с культурой Санкт-Петербурга, с художественными ценностями, с традициями, которые здесь играют большую роль. Скажите, а с какими марками косметики работать? Наверное, женщинам это интересно. Лириаль, Шварцко, Фредкен. Лириаль, Шварцко, Фредкен. А с какими марками косметики работаете? Потому что женщинам в Санкт-Петербурге интересуются очень много. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я надеюсь, что вскоре мы начнем работать с продуктами Люси Санкт-Петербурга, потому что я как раз сейчас создаю целую гамму продуктов Люси Санкт-Петербурга. Но это еще пока не до конца сделано. Мы работаем с продуктами Керастаса в том, что касается ухода за волосами. Мы также будем работать с продуктами ФИТО, которые очень базы на культуре планы. Это продукты, которые много используют растения. И мы работаем с марками Пайо и Керастаса в том, что касается ухода за телом и за кожей. Это компания сами проводит обучение, там вот Вэлла, или у вас есть собственные курсы, учебные школы? У нас есть школа Люси Санкт-Петербурга, которая использует в своей практике продукты Вэлла. Очень часто мы организуем совместное обучение. И в нашей профессии партнерство с активными взаимными отношениями с партнером очень важны. Но в случае с нашей маркой, где делают две коллекции в год, происходит следующая вещь. Поставщик адаптируется к тому имиджу, который мы создаем в коллекции. Надо, чтобы каждый раз создать артистическую продукты, конечно, используют продукты, но эти артистические продукты всегда уникальны. И они всегда дупликают из-за уникальной. Дело в том, что все, что создается с художественной точки зрения, должно быть уникально и не похоже ни на что, в принципе, существующее в жизни. Поэтому, безусловно, художественный директор или человек, ответственный за художественную часть, должен обязательно учитывать характеристику продуктов. Но поставщик должен адаптироваться также и к художественной ценности коллекции. Бернар, интересно, знакомы ли вы с известными специалистами в области причесок и моды из России, такие как Сергей Зверев? Бернар, интересно, вы с какими известными людьми приходилось работать? И, конечно, с какой персоной имени вы получаете возможность работать? Ну, я хочу быть очень рада, я не знаю, что я не познакомился с большим кофе русским, потому что я не знаю много, что я не знаю, 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 которые я знаю, потому что я работаю 20 лет в этом направлении, Но это очень интересный для нас, потому что я бы хотел бы работать с большими названиями. Потому что я думаю, что это не потому, что у нас есть французская, что у нас все инвентировано. И у нас очень часто нужно получить интересные вещи из людей, которые живут в стране. Мне очень жаль, я, к сожалению, не знаком с знаменитыми парикмахерами России. И, в принципе, поскольку сотрудничество в нашей профессии является очень важным, я бы с удовольствием встретился с ними. Потому что даже если мы представляем здесь марку Люси Санклер, это совсем не значит, что мы абсолютно все придумали и все изобрели. И мне было бы очень интересно сотрудничать с известными представителями индустрии красоты в России. Потому что мы могли бы обменяться опытом. У меня вопрос о бизнесе и о предпринимательстве. Насколько я знаю, во Франции налоговая база очень высокая. Одна из самых высоких в Европе на бизнес, если сложить все налоги, которые платит предприниматель. Бернар, как вы думаете, где легче вести бизнес в России или во Франции? Бернар, как вы думаете, что это легче в России или во Франции? Большая вопрос. Большой серьезный вопрос. Вы знаете, когда мы уже entrepreneur, как я и был, мы всегда должны адаптироваться к политике и экономике. Действительно, во Франции мы сейчас, мы предприниматели и директора предприятий, переживаем, ощущаем на себе серьезное налоговое давление. Нас это заставляет еще больше работать, но при этом не значит, что мы больше зарабатываем. Нас это заставляет больше экспортировать. Но вы не можете заниматься экспортом, если в своей стране вы не достигли определенного уровня. Потому что, в любом случае, вы должны представить собой хороший пример экономический экономический. Я не знаю достаточно хорошо этот экономический и фискальный русский. Но, в любом случае, я могу сказать, что в Европе, особенно в Франции, это не очень легко для нас сейчас. Но мы будем работать, и будем работать, и будем работать больше. Я не знаю, какова налогово-экономическая система в России. Но, действительно, на сегодняшний день в Европе мы переживаем достаточно тяжелые времена в этом смысле. Но, тем не менее, мы будем бороться и будем еще больше работать. У нас, насколько я знаю, звонок в студии есть. Давайте послушаем. Здравствуйте. 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 Я называю Мария. Я хотела спросить. Новые увлечения родимых пятен на лице во Франции. Нет. Машин не делал заболевания. Я не делал заболевания. В принципе, что я не делал заболевания. Но я, внизу, я Вам скажу так, что у меня есть разные пятна. И мне, моя жена часто повторяет, что нужно их убрать с помощью лазера. Я думаю, что других систем не существует, но я не хотела бы говорить вам неточные какие-то сведения. В любом случае, речь идет о дерматологии, и мы этим в Люси-Сан-Клэр не занимаемся. Понятно, я думаю, мы ответили на вопрос. Я думаю, что мы ответили на вопрос. Почему вы выбрали Питер, а не Москва? Многие начинают развиваться в России с Москвой. Почему вы выбрали Питер, а не Москва? Ален Дукас, известный повер, тоже у нас открыл свой первый ресторан. Потому что многие начинают развиваться с Москвой, например, Jean Дукас. Ален Дукас. Я знаю очень хорошо Москву. И вы правы, действительно, многие марки начинали с Москвы. Там сейчас очень сильная конкуренция, но арендная плата очень высока. Я думаю, что Санкт-Петербург – это город для культуры и красоты. Но все-таки, что касается культуры и красоты, Санкт-Петербург является более ярким городом. Скорее всего, мы придем еще в Москву. Но я считаю, что мы правильно сделали, что начали свою деятельность развивать именно с Санкт-Петербурга. У нас, к сожалению, буквально 50 секунд осталось. Вот что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я очень хотела бы их пригласить к нам. Приходите к нам. У вас в стране женщины очень красивые. Мы пытаемся их сделать еще более красивые. Мы хотим сделать их еще более красивыми. Мы с вами сели французские. Вы правы. Я перевела вашу. Нет, я могу иметь франшизе, которая умерла, которая любит Францию. И я уверен, что она будет transmettre его знания. Люди Санкт-Петербург – это директор того салона, который мы сегодня открыли на условиях франчайзинга. Очень красивая, исключительная женщина. И он ей доверяет и считает, что она успешно будет продвигать этот бизнес в России. Но мы пожелаем успеха Бернару в развитии компании и в создании услуг высокого качества. У нас, уважаемые телезрители, был сегодня в гостях президент и главный исполнительный директор компании Люси Сенклер. Удачи вам, успехов и до свидания.